Вести Карачаева, Черкесия Карачаева, Черкесия на первом месте по итогам прошлого года в рейтинге субъектов по предоставлению сведений в государственной автоматизированной системе управления. Мастерские, оснащенные современным оборудованием, появились в Республиканском педагогическом колледже имени Умара Хабекова. Детская образцовая студия национального танца Таулу стала чемпионом страны по народным танцам. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаевой, Черкесии, Рашид Тимрезов встретился с депутатами Государственной Думы России Казбеком Тайсаевым и Яной Лантратовым, членами парламентской рабочей группы по вопросам СВО. После двусторонней встречи они провели расширенное заседание с участием членов правительства республики и депутатов Народного собрания, на котором обсудили вопросы социальной и правовой защиты граждан, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей. Просто то, что собрали наши жители, там более 100 миллионов рублей, это как один из примеров, я здесь не говорю уже про социально ответственный бизнес, там тоже все десятки, многосотни миллионов рублей. Но самое главное, что мы для себя поставили задачу, чтобы эта помощь, которая оказывается, она была, говорю сейчас о наших контрактах, мобилизованных и добровольцах, чтобы она была прям адресной и доходила до каждого. Депутаты Государственной Думы России, члены парламентской рабочей группы по вопросам специальной военной операции Казбек Тайсаев и Яна Лантратова высоко оценили опыт Карачаева-Черкесии в вопросах поддержки бойцов СВО и их семей. Очень приятно было слышать то, что все вопросы, которые у них возникают, они решаются здесь, в республике. И еще раз хочу поблагодарить, сказать о том, что в любом случае победа будет за нами. Это действительно важнейшая поддержка, когда ребята увидят, что они защищают родину, а республика защищает их семьи. Вот эту работу мы систематизируем, как и работа в патриотическом воспитании, другим проектам в сфере образования. И я уверена, что вместе мы сделаем эту работу системной и эффективной. Спасибо большое главе и всей команде за эту работу. Руководитель республики Рашид Тимрезов встретился с председателем регионального отделения комитета семьи воинов Отечества по Карачаево-Черкесии Аидой Анушко. Глава выразил слова соболезнования Анушко, чей супруг погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Аида Анушко рассказала, что ее решение возглавить региональный комитет семьи обусловлено тем, что ей не безразлична судьба каждого военнослужащего, который в настоящее время служит в зоне проведения специальной военной операции. И она чувствует в себе силы и готовность быть полезной им и их семьям, потому что на собственном опыте знает, как такая поддержка необходима. Комплекты нательного белья для участников специальной военной операции шьют студенты и преподаватели Северокавказской государственной академии. Ректор вуза Руслан Качкаров поддержал инициативную группу и на базе пошивочной лаборатории теперь изготавливают теплое нательное белье для бойцов из Карачаево-Черкесии, участвующих в специальной военной операции. Каждой партии учащиеся будут прилагать свои письма. В Карачаево-Черкесии обсудили вопросы профилактики лечения рака желудка. Основной проблемой выявления рака желудка и других заболеваний являются низкие показатели профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения. Об этом заявили участники круглого стола. Комментирует информацию председатель комиссии по здравоохранению, физической культуре и социальной политике Общественной палаты Республики Инвер Байчоров. Тема актуальная, потому что онкология у нас стоит на втором месте по причинам смертности после среднесосудистых заболеваний. И раннее выявление онкологии, в том числе онкологии со стороны пищеварительного тракта, является важной задачей. Чтобы не допустить возникновения уже самой онкологии, надо попытаться поймать это заболевание на предраковых стадиях. В Доме правительства Республики прошло заседание Совета по проектной деятельности Карачаева-Черкесии, на котором обсуждены итоги реализации нацпроектов в прошлом году и планы на этот год. Председатель правительства региона Мурат Аргунов отметил высокое кассовое освоение в рамках реализации региональных проектов за 2022 год, составившее 99%, что является одним из лучших показателей в целом по стране. Исполняющий обязанности министра экономического развития Республики Артур Изауф доложил, что в текущем году в рамках реализации нацпроектов в Карачаево-Черкесии запланированы строительство, ремонт, реконструкция 159 социально значимых объектов. В частности, это 68 общественных и дворовых территорий, 37 участков автомобильных дорог, 4 школы, 8 объектов спортивного назначения, 8 объектов культуры, 24 объекта здравоохранения, 3 объекта водоснабжения и 7 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. В городском дворце культуры состоялась официальная церемония открытия года педагога и наставника в Черкесске. Открывая мероприятие, мэр Республиканского центра Алексей Баскаев сообщил, что в Черкесске будет продолжена реализация мер для укрепления авторитета и статуса учителя, работа по созданию комфортных условий для преподавания и обучения. Затем в торжественной обстановке состоялось чествование победителей и призеров муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства. В Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина завершился ремонт. В рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии в Черкесске отремонтировали значительную часть городских учреждений, в том числе и библиотеку. Работы завершились в декабре прошлого года, и теперь библиотека вновь ждет юных читателей. Об этом рассказала заместитель директора библиотеки Ольга Каргинова. Он продолжался с августа до декабря, наконец-таки он завершен, и мы рады открыть двери для своих читателей, старых друзей и новых. Надеемся, что порадуем всех наших гостей новыми интерьерами. Мебель, к сожалению, не новая, но все равно я думаю, что у нас все красиво, чисто, аккуратно, и мы с радостным ожиданием ждем всех, кто любит читать и кто придет на наши мероприятия. Сейчас у нас довольно большой фонд современной детской литературы. Вообще в России сейчас много современных авторов, которые становятся победителями различных литературных премий. Раньше мы не могли приобретать эту литературу, она, к сожалению, очень дорогая. Но в силу того, что мы стали победителями президентского фонда культурных инициатив и по федеральной субсидии, мы смогли приобрести эти новые книги, новых авторов, молодые авторы разных возрастов. Но темы, которые интересны и современным подросткам, и читателям младших возрастов, и руководителям детского чтения, я думаю, что найдут, что почитать. В Республиканском педагогическом колледже имени Умара Хабекова появились мастерские, оснащенные современным оборудованием для подготовки педагогических кадров школьного и дошкольного отделений. Они оснащены интерактивными комплексами и цифровыми микроскопами. Работая с цифровыми лабораториями, студенты получают не только знания в области естественных наук, но и опыт взаимодействия, информационного поиска и презентации результатов исследования, отметили в региональном Министерстве образования и науки. После предостережения Россельхознадзора администрация аула в Карачаево-Черкесии ликвидировала свалку на землях сельхозназначения. Информацию комментирует заместитель начальника отдела Государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. В январе Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора установило факт ликвидации несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения на Гайском районе после выданного предостережения. Захламление было выявлено еще в ноябре прошлого года при выездном обследовании. На сельхозугодиях на окраине аула Иркенюрт на площади свыше 300 квадратных метров устроили свалку коммунальных бытовых отходов. Администрации Иркенюртского сельского поселения объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Администрация Иркенюртского сельского поселения проинформировала управление о ликвидации свалки. При повторном выездном обследовании информация подтвердилась. Участок после проведенных работ пригоден для использования по целевому назначению. Борьба с несанкционированными свалками на территории республики будет продолжена. Карачаево-Черкесия заняла первое место по итогам 2022 года в рейтинге субъектов России по полнотее своевременности предоставления сведений в государственной автоматизированной системе управления. Это система, которая предназначена для оценки результативности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по достижению важнейших показателей социально-экономического развития Российской Федерации. 6 февраля во Дворце культуры поселка Кавказского Карачаево-Черкесии состоится показ исторического спектакля «Карча». В Карачаевском драматическом театре имени Шахарби Алиева рассказали, что в рамках гастрольного тура по региону спектакль будет показан в каждом муниципальном районе. Комментирует информацию директор театра народный артист Карачаево-Черкесии Руслан Гачаев. Ну, Карачаевский театр сейчас гастролирует по республике со спектаклем, с масштабным таким глобальным спектаклем, который мы в прошлом году поставили. Это спектакль, посвященный жизни и деятельности героического полководца и предводителя, основателя Карачаево-Балкарского народа. Спектакль был поставлен по мотивам пьесы Дина Мамчуевой. Мы уже побывали в городах Карачаевске, побывали, значит, в селении Учкекен, в Новом Карачае, в Ставрополе побывали, а сейчас мы уже едем по районным центрам. Это Прикуманский район, Усть-Зегутинский район, Урлопский район, Зеленчукский район. Планируется показы этого спектакля в городе Словутске. А в дальнейшем, с наступлением теплых дней, весной, в начале лета, мы обязательно приедем на гастроли в Кабардино-Балкаре для балкарского народа показывать этот спектакль. А дальше уже осенью в Дагестан. Будут наш спектакль смотреть в Кумуке, спектакль идет на карачаевском языке. Вот такие наши грандиозные планы. Детская образцовая студия национального танца Таулу Карачаевска стала чемпионом России по народным танцам. В Москве состоялся финал чемпионата России по народным танцам имени Кольцовой. Наши ребята стали чемпионами страны в номинации «Народная стилизация» и вице-чемпионом в номинации «Народный танец. Юношеская возрастная категория». А руководитель ансамбля Таулу Шамиля Секку признан лучшим балетмейстером-репетитором. 4 февраля в Государственной филармонии Карачаевой-Черкесии состоится вечер-концерт памяти Владимира Высоцкого. Песни и стихи прозвучат в исполнении музыкантов Сергия Зубарева и Дениса Непочатых. Экспрессия исполнения песен на гитаре, тембр голоса и харизма Сергея Зубарева вернут ностальгические времена для тех, кто вырос на песнях Высоцкого. А интересные аранжировки в соло-сопровождении виртуоза Дениса Непочатых добавят уникальности к оригинальному исполнению самых лучших песен Владимира Высоцкого. О предстоящем событии расскажет бард-рокер Сергий Зубарев. Первый блок я, конечно, сделаю песни, те, которые не нуждаются в аранжировках. В принципе, как говорили про Высоцкого, что это поэт для поэтов. Но сейчас уже время показало, что Высоцкого можно петь любые песни и в любой аранжировке. Но я выбрал первый блок, именно те песни, которые я всегда исполняю только под гитару, под одну гитару. Там будут все темы, темы гор наших, когда он снимался вертикали, военные темы, лирические темы, темы каких-то других профессий, к примеру, шоферов, летчиков. Второй блок мы сыграем с моим другом Денисом. Но я уже говорил, что кавер-концерты и памяти, они очень огромная разница. То есть мы не хотим показать именно чисто Высоцких песен. Мы сделаем тоже как концерт памяти, где поют все-таки люди и других авторов, и свои авторские. Поэтому мы маленький блок такой сделаем из шести-семи песен и авторских, и других авторов тоже споем. Ну и в конце мы, конечно, с Денисом закончим самыми ключевыми песнями Высоцкого, которые знает уже вся страна. Поэтому я думаю, на два с половиной часа мы сделаем этот концерт. В Карачаево-Черкесии в Доме музея просветителей художника ислама Крым Шамхалова в эти дни проходит экспозиция, посвященная этому энтузиасту народного просвещения, его семье, друзьям в контексте культурной жизни на рубеже XIX-XX веков. А в Доме музея можно увидеть поистине уникальные экспонаты, в том числе оригинальные предметы одежды горцев, шелковые платки ручной работы, вышитые искусственными мастерицами, украшенные поясами и нагрудниками, тонко передают атмосферу того времени. Об этом рассказала заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Карачаева-Черкесии Ирина Джигутанова. Дом музея просветителя ислама Крым Шамхалова относится к типу мемориально-кровических музеев, расположен в городе Тиберда, размещается в здании бывшего гостевого дома карачаевского просветителя, поэта и художника, выполнен в архитектурном стиле русского модерна. Разделы экспозиции посвящены исламу Крым Шамхалову, культуре и быту карачаевцев, истории курорта Тиберда, истории местного туризма и альпинизма. Художественная коллекция музея включает произведения известных художников. Примечательно то, что в фундах дома-музея ислама Крым Шамхалова хранится более 6 тысяч экспонатов. Подпольных оружейников раскрыли в Карачаево-Черкесии, Северной Сети и Дагестане и Ставропольском крае, сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности России. Операция в 38 регионах страны проходила в ноябре-декабре прошлого года. В каждом субъекте нашлась нелегальная мастерская по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В них работали 93 мастера. Сотрудники ФСБ изъяли 253 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, карабины, гранатометы и огнеметы. Обнаружены также ручные гранаты, боеприпасы, взрыватели, детонаторы, запалы, порох, тротилы, патроны. Всего изъято более 160 килограммов взрывчатых веществ, около 41 тысячи патронов различного калибра, 16 подрывных машинок ПМ-4, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Работа по выявлению пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой, избытом средств поражения, продолжается. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы республиканской столицы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 106-й статьей Уголовного кодекса страны «Убийство матерью новорожденного ребенка». О нюансах страшного преступления расскажет старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. По версии следствия, 26 декабря 2013 года, в период времени с 9 до 12 часов, женщина, находясь у себя дома, родила жизнеспособную девочку. Сразу после родов, опасаясь морального осуждения со стороны родственников и знакомых, она совершила убийство новорожденной, задушив ее. Для того, чтобы скрыть преступление, обвиняемая вынесла труп новорожденной во двор своего домовладения и оставила его в близлежащем мусорном баке. Впоследствии труп ребенка был вывезен работниками МУП спецавтохозяйства на территорию полигона бытовых отходов, расположенного на западной окраине аула Псыш Абазинского района, где он и был обнаружен работниками данной организации. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. В Кисловодске состоялись чемпионаты первенства Ставропольского края по кикбоксингу, в котором приняли участие более 400 спортсменов из семи регионов. Бойцы клуба «Беркут» и 6-й спортивной школы Черкесска завоевали 20 наград различного достоинства, завоевав третье место в общекомандном зачете. Следующие чемпионаты первенства Карачаева Черкесии, которые выявят сильнейших для участия в турнире СКФО, состоятся уже на этой неделе. В Буденовске Ставропольского края прошли соревнования по волейболу среди девочек, в которых принимали участие 8 команд. В результате упорной борьбы наши девочки стали бронзовыми призерами, а лучшим игроком команды признана Кристина Соболева. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, днем в горах местами небольшие осадки, дождь, мукрый снег и снег. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 2 до 7 градусов. В горах местами минус 3, плюс 2, свыше 2,5 тысяч метров сохраняется лавина опасность. В Черкесии без существенных осадков ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До новых встреч!